Доброе утро, девчонки! Утро наступило, но просыпаться вообще неохота. У нас 31 декабря. Я проснулась, родители пошли докупать необходимые продукты в магазине, а я успела уже залезть в тикток и насмотреться всякой дряни по поводу войны, по поводу обстрела, всякого такого. Уже успела расстроиться, поныть и собрать себя опять в кучу. Вчера вечером, когда ложилась спать, монтировала в ложек, сосед сверху включил музыку. Это было очень громко. Я так подумала, что он перепутал Новый год и 30 число. И это где-то еще утром он включил музыку, но я настолько была погружена в свои проблемы, уж просто не слушала, взяла с собой перуши, но даже их не надевала, просто уснула. И так неудачно поспала у меня, Полит, в области шеи чуть ниже. Я еще на днях подскользнулась на льду, очень неудачно. И тоже там себе свернула, что-то так у меня, короче, сегодня переклинило, как старую бабку. Вот какой день впадает, утром просыпаться просто неохота. Просто еще сны такие снятся не очень. Мне еще нужно волосы помыть, потому что я вообще про них забыла. Вот представляете, насколько у меня загруженные мысли работы были, и я просто забыла помыть волосы. Это хорошо, что не было еще танцев, поскольку все заняты, их просто отменили до 3 числа. Сегодня будет день готовки. Это стандартно в Новый год. Я вам покажу что-нибудь интересное параллельно с этим. Что еще такое было, могу сказать? Спасибо вам, кстати, за комментарии, за то, что вы смотрите мои вложики, бьете видео. Я не ожидала, что там еще остались вообще люди. И так приятно, когда у меня было 377 подписчиков, когда я начала опять снимать видео, а захожу за 380, 490. Ну, короче, не важно. Это так классно, так приятно. Это такая колоссальная поддержка, такая энергетика от этого идет мне. И на моменте монтажа, когда я сажусь в монтир, у меня есть силы, желание это делать. А я вспоминаю, когда я раньше это делала, я сижу такая с таким трудом это все монтирую, с такой нехотью. И, может, это перерыв дало себе знать, что я отдохнула от этого всего. Поскольку любая деятельность, она приводит к монотонности. Не знаю, короче. Я буду снимать, пока будет сниматься. И есть у меня такой момент. Я его расскажу и буду вставать. Значит, для того, чтобы подключить... Для того, чтобы подключить монетизацию на этот канал влоговый, мне надо набрать 1000 подписчиков. Сколько это там, 4000 просмотров канала и 10 миллионов в общем просмотров шортс. Они там долбанулись или что? Во-первых, какие шортсы снимать для влогов? Вот, может, кто мне подскажет, я, например, понятия не имею вообще. Что там снимать? Это же как типа мини-тик-ток видео, только шортсы. Ладно, для бьюти-канала там можно еще посидеть, повыпендываться, что-то там подумать. Что снимать для влогов, для шортсов? Подскажите. Потому что я, например, я настроена на монетизацию этого канала. Я хочу это иметь как хобби и как подработку какую-то, поскольку у нас война и, ну, понятно, что с зарплатами творится пипец. И я ищу любые выходы для того, чтобы заработать. А заработать на хобби это вообще классно. Так что, если у вас есть какие-то идеи или информация, что можно вообще во влогах показывать, в шортсах, я буду очень рада принять ваш совет. обещала себе не выходить к вам в вот таком вот потрепанном виде сонном. Но извините, это в ложике. Короче, будем выходить, как я есть. Это жизнь. Там еще меня задавали один интересный вопрос в комментариях, но на него я отвечу позже, когда соберусь и приведу себя в порядок. Все, я буду вставать и заниматься диваном. Как видите, я вообще никак не наряжала свою комнату. От слова совсем у меня ничего вообще новогоднего нет. Единственное, я купила светодиодную ленту 10-метровую. Вот она наклеена по всему периметру комнаты. Но она не создает новогодний антураж. Вот, кстати, чашечки подарочные сделала своим брату, его жене и племяшке своей дочки. Буду отправлять этот подарок ей на день рождения. Представляете, у моей племяшки день рождения 4 января. А у меня 3-го. Так прикольно получается. Это, кстати, мои новые Уги 1, новые Уги 2. Я вам сейчас покажу их. Вот. И чашки покажу, какие я сделала. Смотрите, какие чашки я с вами сделала. Чашка называется глиттерная. Видите, как на ней переливается фоточка. Это моя племяшка с фотиком и динозаврик. Тут моя невестка, получается, мама ее, братова, жена. и динозаврик. И брат мой родной динозаврик. Буду отправлять. Здесь у нее набор Victoria's Secret лосьон, спрей для тела и куча, куча, куча мыльных розпухов. Сюда вставлю фоточку и отправлю это все еще. Мама там что хочет. И по поводу обуви. Если вы помните, я когда-то раз заказала обувь из сайта Born to be и мне пришли это не угги, называется сноубутсы. Я их относила, я снимала об этом видео и они меня полопались и я отправила их обратно по акту рекламации. Мне вернули за это денежку. Но так как у них самые классные модели и очень низкий ход, за что я борюсь, потому что я высокая, мне не надо этот большой подъем, я решила заказать у них еще раз, поскольку у нас я не смотрела, вообще в идеале я хотела спортивные кроссовки зимние, типа, что я хожу сейчас, но не нашла. Поэтому обратила свое внимание на такую модель, а все потому, что я купила себе светлую куртку. Видите, светлая куртка с белым капюшоном. Я купила уже белую шапку, мне надо была обувь. Вот такие ушки я купила, они на евразиму, классные, даже в сырую погоду в них ходила, ничего не случилось, они мне очень сильно вот тут по бокам испачкались, но просто водой губкой я их отмыла на ура. Брала сороковый размер, потому что тридцатьевятку я не влезла, точнее сорок первый. И пришли позавчера еще одни, у меня подобные были, подобной формы, и мне они понравились. Они даже положили лопатку, боже, как это мило. Вот такие красивенные, красивенные, они плотные, они такие как плащевочка, здесь такая овчинка, очень удобная, просторная, если у вас широкая ножка, то вам обязательно они подойдут, мне даже мама у них влезла, а у нее там что-то с косточками. Это размер я взяла сороковый, и у него отлично вошла ножка. тут немножко больше подъемчик, но тем не менее прикольные, то есть выпадет снег, о, слышите, сосед опять музыку слушает, тут можно подворотик делать, подворачивать их, можно ходить так, я думаю, что у меня кстати как раз если носить вот эту куртку, вот эту не оранжевую, вот эту вот, она на видео не такая, у меня такого же цвета как эти сапожки шапка или носить вот эту куртку, белую шапку и вот эти сапожки, я кстати хочу подобную куртку купить себе, но пока ничего найти не могу, не могу подобрать себе сайт, вот так, сейчас может померить, показать вам как это выглядит, вот эти снобутики очень классно выглядят как под джинсы, как под спортивные штаны широкие, я их обожаю, они легенькие, компактные и не скользят, и вообще, я вообще хотела бы быть амбассадором этого сайта, я уже всем его прорекламировала, сама там уже кучу всего купила, ну, может помечтаю и сбудется что-то хоть в этой жизни, вот, вот так выглядят вот эти вообще крутецкие, у нас конечно уже полгорода в таких ходят, но тем не менее, я тоже захотела, здесь классно, что можно вот так вот вот так вот позатянуть и туда не будет снежок проваливаться, если будет зимняя погода, такая прям снежная, не прям тут много места, нога не будет замерзать, можно и носочек надеть более теплый, и можно вот так вот завернуть, тоже классно, такие боты получаются, класс, хотя, учитывая нашу зиму плюсовая температура плюс 8, я думаю, они у меня будут просто стоять, поздно они пришли, когда все растаяло, кстати, в этом году проперла на светлые вещи, я все все лето, осень проходила в белых кроссах, еще буду одни покупать, это очень красиво и стильно, вот такая шапочка белая у меня есть, и вот это моя куртка новая, я ее, правда, ушивала три раза, потому что я ее взяла большой, ну понятно, что у меня, как всегда, рукав, объем, я ее ушила, ну я не скажу, что она мне нравится, как она на мне сидит, но это лучшее, что было, эта куртка вообще из сайта Бонпри, вообще офигенно, но сайт закрыт, и я ничего не могу там купить, потому что у нас война, я ее ношу уже третий сезон, она классная, что тут сказать, хотела найти такую же, но не нашла, нет, их, ну а на улице у нас вот такая фигня, 4 градуса, 31 декабря, супер, я вам обещала, обещала вам показать свой велосипед, вот он стоит в коридоре, потому что в комнате нет места, покупала его летом, и ни разу не пожалела о своей покупке, я уже давно мечтала иметь велосипед, я ему скрутила ручь, чтобы он просто помещался сюда, это мне подружка сшила сумку, я покупала велосипед без всякой амуниции, все докупалось отдельно, все вот эти баночки, педальки, татафоты, все вот эти звоночки, вот, вот так реагирует, очень довольна покупкой велика, это один аспект свободы, потому что сел и поехал куда тебе надо, на недалекую дистанцию, но поехал, снял стресс, позанимался спортом, перезарядился, в общем, класс, я очень довольна, и жду с нетерпением весну, чтобы начать опять кататься, вот это село называется, что-то там поделать, в инстаграме попустить, фоточки красивые, в конце года, и все, залипла уже, начало треть, а начало второго, я еще сижу, волосы не мыты, ничего не украно вообще, нет, вот, знаешь, а знаете, когда не украшаешь квартиру к Новому году, нет понятия, что будет праздник, необычный день, обычно 31 декабря, нет на стороне праздничного вообще, и я от этого не страдаю, его просто нет, просто день, просто выходной, такое странное чувство, потому что, это с возрастом плохо проходит, а может просто потому, что в этом году, у меня, все не так, как в предыдущие годы, вот, вообще надо чем-то заниматься, потому что я так могу просидеть, у компьютера очень долго, ничего не сделать, надо пойти помочь, приготовить, кушать маме, с папой, прибраться, все-таки, домыть эту, эту лохматость на голове, у себя, сделать масочку, масочку на лицо, я решила, сделать масочку на лицо, и, конечно, взяла и повыдавливала прыщей, классика, и немножко вам рассказать, свои изменения, которые очевидны, но кто-то вспоминал в комментариях, я думаю, надо один раз ответить, чтобы не было вопросов, больше к этому не возвращаться, плюс оставить это все в этом году, мне на звонюфоне, на ноутбуке идут друзья, поэтому будет немножечко, слышно разговоры, значит, по поводу того, где Саша, блин, знаете, я думала, как вам сказать, так вот, прям, некорректно, как это сказать, знаете, так по-умному, готовила речь, а в итоге, села мне в голове ноль, короче, мы с Сашей больше не вместе, сейчас скажу даже сколько, мы разошли в 1 апреля, я заполнила хорошо, потому что это был день дурака, апрель, ну, первомат, апрель, май, дни, июль, август, ютюб, октябрь, декабрь, это уже 8 месяцев, мы не вместе, не виделись, не списывались, ни разу, не общались, это окончательно, бесповоротно, на жаль, ну, что делать, не получилось, все, не буду выносить ссоры из избы, что там случилось, все такое, живем больше, радуемся жизни, но, знаете, нет хода без добра, расскажу, как эта негативная ситуация сыграла на мне позитивную роль, понятное дело, что уже, уже в этом году у нас было много ссор, из-за которых я постоянно нервничала, из-за отношений, и очень сильно похудела, мой критический нижний вес, это 65 килограмм, кстати, пока буду вам рассказывать, буду делать вот такую маску, для лица, и похудела до 62 килограмм, я выглядела просто ужасно, именно сейчас я это понимаю, конкретно, потому что тогда мне казалось, что, ну, типа, да, я худая, но я занималась каким-то спортом, и мне казалось, что это норм, я себя принимала, такой даже в таком месте, ну, как бы, 62, это уже меньше, чем нужно на 3 килограмма, это была проблема для меня, я никак не могла набрать вес, и когда мы разошлись, я поняла, что что-то тут не так, дело не просто в нервах, я пошла к доктору, сдала анализы на уровень ферритина, витамина D, и ее гемоглобина, и оказалось, что у меня витамин D практически отсутствует в организме, несмотря на то, что я много времени проложу на солнышке, и началась моя веселая история набора веса, ну, я начала пить витамин D, больше давать на солнце, старалась загорать, и в итоге, с 62 килограмм за месяц, девочки, за месяц, я набрала 10 килограмм, 10 килограмм, то есть за месяц, полтора, где-то я пропустила до 75 килограмм, 75 это был мой максимум получается в том году, просто потому, что я перестала так сильно нервничать, я перестала, мой организм не держал вес, потому что мне не хватало витамина D, и у меня пошел аппетит, я очень хорошо кушала, мне набрало вес очень стремительно, но когда я набрала вес, мои коленки сказали, ой, а мы к такому были не готовы, такие, давай мы поболим, и ты будешь думать, почему у тебя болят колени от нагрузки, я пошла к доктору по коленям, он сказал, что да, можно немножко снизить вес, все равно у меня в режиме, в рамках допущенного, допустимого, и коленкам станет легче, естественно, пропила таблетки, да, стало легче, и в итоге у меня этим летом был просто идеальный вес, мне все нравилось, я себя чувствовала уверенно, красиво, но резкий набор веса, он запровождается сменой гормонов, и из-за того, что у меня вот так вот, таким щелчком все пошло, у меня резко обсыпало все лицо, сейчас у меня более-менее еще нормальное состояние, хотя кожа далеко не идеальная, у меня весь лоб был обсыпан прыщами, все щеки, и если сейчас присмотреть, смотрите, у меня вот тут вот, тут ничего еще, грубо говоря, не сошло, есть небольшие проблески, вот такие кусочки островки, но кожа еще очень проблемная, но я этого не стесняюсь, это побочные эффекты того, что с мной происходит, лоб, слава богу, уже почистился, более-менее, я, кстати, даже не крашу косметикой, я сейчас активно это все поправляю, и думаю, что к весне, возможно, все уже сойдет, а если нет, то будем идти к косметологу, так вот, в итоге у меня тенденции, набора веса шла всегда на лето, на зиму я худела, и вот сейчас пришла зима, аппетит, конечно, подухучился, как всегда, но, витамин Д я еще для профилактики пропиваю, я настроила его уровень, он уже у меня нормальный, и сейчас я вешу ровно 70 килограмм, и этот вес пока держится, это заметно, кстати, на будете видео, где у меня такие щечки, не худенькие, и в общем, я нормально выгляжу, естественно, что нужно заниматься спортом, но честно, мне нравилось, когда я весила 73, это было просто идеальный вес мой, сейчас мне кажется, маловато, но для зимы пойдет, я думаю, что на лето я еще наберу, и это мой результат, смотрите, нет фуда без добра, благодаря этой ситуации, негативной, я наконец-то обратила внимание на себя, на свое здоровье, и понемножку что-то где-то поправила, конечно, жить с родителями тяжело в таком возрасте, потому что бывают конфликты, стычки, много нюансов моментом, я думаю, вы понимаете, но, к сожалению, сейчас такая ситуация, что съехать нет возможности, и пока все есть так, как есть, я надеюсь, что вы меня не перестанете смотреть, потому что в кадре не будет Саша, я знаю, вы любили, когда он появлялся, он, к сожалению, вообще ненавидел все это мероприятие, вот, так что, учимся жить по-новому, ну, как учимся, я уже научилась, 8 месяцев, по-моему, прошло уже скоро, да, скоро год уже будет, январь, вероятно, март, апрель, ну, как, плюс-минус скоро, так что, в этом году у меня будет все по-другому, этот Новый год у меня другой, я встречаю дома, день рождения я буду встречать, дома, как-то вот, резко так все, как принялось решение, сделать все вот так, ну, я надеюсь, что это все на лучшее, к лучшему, и, впереди ждет только позитив, несмотря на то, что уже у нас воздушные тревоги, я стараюсь об этом не думать, это очень пухает, угнетает, но, тем не менее, жизнь продолжается, пока мы живем, надо что-то делать, наконец-то сделала сават, свой фирменный, с курицей киви, бутеры сделала, что-то, может быть, волосы, буду, и потихоньку будем снизить стол, папа еще должен налить елочку, он все-таки, какие-то ветки привез из села, что-то типа елки соорудит, я уже, честно говоря, устала, как-то вообще не хочется, праздновать ничего не хочется, и готовка вымазывает очень сильно, пока делала салаты, вспоминала, как я готовила, когда жила отдельно, какие-то ностальгические моменты, традиции, немножко грустно, немножко грустно, вы знаете, наверное, все, что уходит из нашей жизни, нам отслужило, правильно? Надеюсь, все к лучшему. А еще я насмотрела с тиктоков, и в эту новогоднюю ночь я буду сидеть под столом, ест 12 виноградей. Такой тупизм, но что человек не сделает ради того, чтобы его мечта сбылась. Не буду говорить, какая это мечта, кто видел тикток, какие-то с виноградом, будет знать, но это моя последняя надежда на виноград, потому что по-другому не получается. Так что будете смотреть, как я в 12 ночи буду живать, 12 виноградей под столом. Это будет весело. Я надеюсь, я хоть а не просплю. В начале года купила вот такую штуку антистресс. Она очень мягкая и липкая. Прикол в том, что она потом покрывается ворсинками и перестает быть липкой такой. Ее можно помыть с мылом под водой, она опять становится липкой. Очень залипательная вещь. Кстати, какой мой маникюр. Вот это достала, не могу наиграться. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Так что, я пожелаю всем моим подписчикам классного Нового Года, чтобы у вас было всё, что вы пожелаете, все ваши мечты сбывались и рядом с вами были близкие люди. Мы с вами обязательно увидимся в следующем лошадке, а я очень устала и не буду отдыхать, у нас уже был 2-го. Всем спасибо за просмотр и напишите в комментариях, буду ждать. Всем пока!